Итак, ребята, я уезжаю в отпуск, вы меня утомили. Скоро придёт новая няня, которая будет заботиться о вас эту неделю. Всё, пока! Как будто нам не всё равно, что он уезжает, друзья. Да-да, у нас уже была няня-солдат, няня-ведьма. Как будто нам не всё равно, друзья. Мне очень интересно, кто будет в этот раз. Нет разницы, какая будет няня. Кто бы она ни была, мы ей вымотаем нервы и выгоним навсегда из нашего дома. Понятно? Да, и останемся сами. О, идеально! Значит, мы будем делать всё, что захотим. 20 минут позже. Итак, ребята, чтобы поприветствовать няню самым лучшим способом, мы сделаем вот такой пранк, ребята. Смотрите, мы раскидаем вот эти шарики по полу. И так, что когда войдёт няня, она поскользнётся и упадёт вниз. И потом, когда уже упадёт вниз, постарается встать. И то, что она захочет сделать, это придержаться вот за эту верёвку. Когда она за неё возьмётся и дёрнет, на неё вылится ведро с какао. А потом, когда она искупается в какао и ничего не будет видеть, она захочется что-нибудь взяться и встать. И так, нечаянно она нажмёт вот эту кнопку, включится вентилятор и будет раздувать вот эти пёрышки. Прям ей на лицо, ребята. Это будет очень смешно. Это очень прикольно. Не могу дождаться, когда она придёт. Димон, ты реально самый умный. Правильно, правильно. И так, теперь ждём, когда придёт няня. Да, пойдёмте, ребята. Димон, слышишь, идёт няня. Давай нальём сюда какао. Одиссей, неси ещё. Ещё давай. Давай, берёте. Открываем. И льём. Ну что, Димон, наша ловушка готова. Теперь нужно рассыпать шарики по полу. Чтобы она поскользнулась. Давай, давай, пошли. Так, так, сыпь, сыпь ещё, ещё, сыпь ещё. Она точно упадёт. Да, Димон, какой крутой пранк. Мы сильно посмеёмся, и тогда няня точно убежит после этого. Да, да. Сейчас посмотрим. Одиссей поднимается. Открыто! Заходите, заходите! Скорее! Ха-ха-ха, это Франк, лузер, как тебе, а? Ха-ха-ха, хороший пранк, ребята, браво, мы хорошо проведем время вместе, целую неделю. О, боже мой, ребята, что это вообще такое было? Ребята, вы видели его рост? Он как город. Ребята, нам мало не покажется. Ребята, а вы не забудьте подписаться, чтобы мы сняли еще много сумасшедших видео про нянь. А давайте сделаем челлендж на 1000 евро. Какой челлендж, Стас, у нас здесь няня-великан. Да, это точно, Димон, первый, кто выведет его из себя и выгонит из дома, выигрывает 1000 евро. О, классная идея! Да, нам надо сделать пранк, и у меня появилась идея! Ну-ка, говори, Димон, какая там у тебя идея? Сейчас наша няня пойдет мыться и свою белую футболку закинет в стиральную машину, чтобы она стала чистой. И смотрите, что я сделаю, смотрите. Держись, Манолис, держись, лишь бы не было тараканов. Я их очень боюсь. Сейчас наша няня пойдет помыться, а свою белую футболку закинет в стиралку, и я залью розовый оболаскиватель. И так как его футболка белая, она превратится в розовую. Отлично, ребята, залили. Закрываем, и теперь я пойду прятаться. Сейчас посмеемся с вами. Итак, скоро зайдет няня, чтобы помыться, потому что он весь замарался. И как только искупается, я приготовил сюрприз. А пока спрячусь, ребята. Я здесь не помещаюсь, не помещаюсь. Возьму стул и сяду. Только был он меня не увидел. Итак, пока он моется, пришло время для пранка, ребята. У меня здесь шампунь, и я буду ему лить его на голову постоянно. А он будет думать, что шампунь, который у него на голове, никогда не заканчивается. Смотрите. Так, сейчас мою. О, еще? Что такое? Что такое? Почему? Наша няня сейчас моется, и скоро ей понадобится полотенце. Еще один пранк, ребята. Вот это у меня краска. И я ее размажу по полотенцу. Смотрите, прямо по полотенцу. Смотрите, отлично, я выдавил всю краску. Сейчас я складываю полотенце и положу его в ванную, ребята. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Только главное не шуметь. Положу вот здесь. И уходим. О, хорошо помылся. Что это? О, что? Я синий, я похож на аватара. Всегда хотел быть как аватар. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. На кого он поход? Браво, браво, ребята. Отличный пранк. Мне понравилось. Отличный пранк? Он сказал ему понравилось? Сейчас посмотрим, что будет, когда он видит розовую майку. Что, розовая? Мне нравится розовая, отлично. Димон, он не рассердился даже после этого. Я вижу, нам нужно срочно что-то придумать, что-то более жесткое. Сейчас придумаем, пошли. Итак, ребята, нам надо что-то придумать, чтобы эта няня сдурела. Я не могу ничего придумать. Это няня. Пришло время, мне надо пойти потренироваться. Какие у него руки. Пойду подготовлюсь. И скоро начну. Ребята, думаю, сейчас идеальное время, чтобы сделать ему пранк. О, у меня появилась идея. Что, Дисей, какая идея? Идемте за мной. Идем, пойдем. Смотрите, ребята, этот человек двухметровый. Посмотрите, какую обувь он надевает по сравнению с моей. Ребята, это очень большая разница. Посмотрите. Огромная. Это нормально, Димон. Ведь этот человек больше двух метров. Хорошо, ребята, хватит болтать. И давайте сделаем ему пранк. Давай, пошли, пошли, пошли. Сейчас разольем масло вот здесь. О, Дисей, секрет. Идемте сделаем еще пранк. Идемте. Идемте. Отлично. Сейчас он будет спускаться и посмотрим, что произойдет. Браво, Одиссей. Время для тренировки. Это было немного дольно. Моя спина. Оно выровнялся? А, отлично. А, понятно. Он очень странный. Как же он может не злиться? Стас, папа, Стас, папа, Стас, папа, учись, как надо тренироваться. Что это за техника? Что за техника? Посмотрите, какие у меня бицепсы. Завидуете? Ребята, здесь у меня супер-клей. Смотрите, какое упражнение я придумал. Оставь, малыш. Я тебя научу. Отлично. Отлично. Готово. Ребята, посмотрите, что я приготовил. Сюда. Итак, я налью шоколадную пасту на поднос, так, чтобы когда он встанет и упадет, упадет прямо лицом в поднос и испачкается. Ребята, это будет очень смешно. Если вам нравятся такие шутки, которые мы делаем, подписывайтесь, чтобы вы были первыми, кто их увидит. Я закончил. Что это? Что случилось? Я приклеился? Мне нравится шоколад. Что? Он совсем не разозлился. Какое возможно? Мы что-то делаем не так. Итак, ребята, пришло время обедать. Идемте, кое-что вам приготовлю. Но прежде надуматься. О, как вкусно пахнет. Итак, ребята, пока он готовит, мы должны придумать какой-нибудь пранк. Он согласен полностью. Нужно постараться его разозлить. А, у меня есть идея. Ого, берите, Димон, Одиссей. Спасибо. О, хорошо. Пожалуйста. Эм, простите, а мы что, ничего не будем пить? Да, точно, ребята, я забыл. Сейчас приду. Смотрите, что я сейчас делаю. Ну-ка, покажи, что ты сделаешь, мы же не знаем. Смотрите, вот это я добавлю в его еду. Хватит всего лишь три капли, и его сразу потянет в туалет. По маленькому или по большому? По очень-очень большому. Итак, капну три капельки. Один, два, три. Знаешь, то мне все равно. Садись, садись, садись. Сажусь, сажусь. Сажусь, сажусь. У меня есть идея, ребята. Размажу его по стулу, чтобы приклеился. Отлично. Сейчас, ребята, он приклеится. Хорошо, все готово. Сидим. И у меня есть идея. Пойду приготовлю. А где Димон? Димон, он пошел по нужде, да, Одессе? Да, да, да. Ладно, приятного аппетита. Спасибо. Итак, ребята, мы сейчас сделаем самый сумасшедший, самый хитрый пранк в мире. Просто посмотрите. Так, вот так. Опа, вот так вот. Опа. Еще. Толстый. Итак, ребята, как вы видели, я заклеил все, куда проходит вода. Совсем скоро я все объясню. Во-первых, мы знаем, что няня пойдет в туалет. Итак, смотрите. Все хорошо, я вернулся. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Что случилось? Что случилось? Мой живот. Что случилось? Что случилось, ребята? Получилось. А я пошел вниз. Итак, ребята, пришло время. Как вы помните, я заклеил все, откуда проходит вода. А сейчас я заткну унитаз. И наверху, где няня, получится целый фонтан из какашек. Просто смотрите. Один, два, три. Погнали. Погнали, погнали. Что происходит? Что происходит в этом доме? Даже в туалет не могу сходить. Ребята, сейчас он смотрит телевизор. И у меня здесь вот такой паук. А у меня такой таракан. А у меня здесь настоящая живая мышка. Ребята, пришла моя очередь. Мышка. Мышка. Паук. Так, где тапок? Убью паука. Увольняюсь. Что за дурацкий дом? Увольняюсь. Все, ухожу, ухожу. Конец. Единственная причина, по которой я здесь находился. Потому что я поспорил с рафариумом на тысячу евро, что выдержу целую неделю. Но вы совершенно невносимые. Не за 10 тысяч, не за миллион. Все, ухожу. Ребята, сработало, сработало. Ребята, мы прогнали няню из дома, и целую неделю мы будем сами по себе. Да, Одиссей, твой таракан сработал. Поэтому, Одиссей, это ты выиграл челлендж и забираешь тысячи евро, потому что ты его закончил. Спасибо, спасибо. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить ни вот новую видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok